Сегодня 1 мая. Я собирался в ближайшее время перевозить уже свою рассаду в парнички, которые я сделал на даче. Но погода испортилась, пошел снежок, температура что-то около ноля, поэтому с этим пока повременим. Тем более, что на лоджии сейчас прохладно, и вполне можно рассаде здесь находиться еще довольно долго. Я перевожу, потому что, когда солнечная погода, у меня на лоджии очень жарко, и рассаде это не очень хорошо. Выглядит на я рассада на 1 мая следующим образом. Вот это мои перчики. Перчики я напомню, сеял 15 марта. Сеял двумя способами. То есть, с расчетом того, что часть будет выращиваться по 2 растения в стаканчике, так будет высажено и расти, часть по одному растению в стаканчике. Выращиваю я перцы, как и всю рассаду, без пикировки. Поэтому, насыпал стаканчики не полностью, ну а после постепенно подсыпал грунт. Сейчас уже, конечно, давно весь грунт подсыпан. И перчики растут уже в полных стаканчиках. Стаканчик у меня по пол-литра. Вот такие. Это вот перчик у меня, одно растение в стаканчике. В целом, рассада перчиков никаких хлопот не доставляла. И сейчас уже находится постоянно на лоджии. Как погода наладится, я буду их перевозить уже в парнички, на дачный участок все-таки. Я думаю, снег этот ненадолго на улице. И там уже еще они немного побудут. И как окончательно прогреется почва, где-то во второй половине мая, ну возможно в середине, как погода позволит, буду уже высаживать перчики в грунт. Это у меня часть клещевины, я еще не удалось мне раздать друзьям. В самое ближайшее время у меня ее заберут. Потому что у меня клещевинки довольно много, мне столько не нужно. Вот это мои помидорки. Помидорки у меня стоят постоянно на лоджии. И вот сейчас немножечко тут тенек. Последние дни пасмурно, солнышка им не хватает. Вот видно, как они бедные, тянутся к солнышку. Но зато прохладно. И особо они не перерастают. Вот это эндетерминатный помидор. Помидорки я осеял на рассаду 25 марта. Сеял так же, как и перцы, двумя способами. Из расчета того, что часть по одному растению в стаканчике будут расти и высаживаться. А часть по два. У меня 11 сортов помидоров. Я про них уже рассказывал. Всего по два стаканчика каждого сорта. Будет у меня их всего одна грядочка. Небольшая. Эндетерминатных помидорок. Помидорки в целом растут нормально, достаточно ровно. И никаких проблем особых с ними нет. Вот рядышком находятся детерминатные помидоры. Их я сеял примерно на неделю попозже, чем детерминатных. То есть 2 апреля. Они немножечко поменьше. Но тоже растут нормально. Тоже постоянно находятся у меня на лоджии. И никаких проблем тоже с ними нет. Грунт уже подсыпан. Вращиваю, конечно, помидоры все, как всегда, без пикировки. Насыпал в стаканчики. Стаканчики по пол-литра грунт сначала на треть. А потом постепенно его подсыпал. Сейчас уже грунт весь подсыпан. Никаких особых уже ухищрений по выращиванию помидоров не надо. Я их только поливаю и рыхлю иногда. И этого вполне достаточно. То же самое в ближайшее время, как погода наладится, они будут уже перевезены на участок в парнички. Ну а позже будут высажены в грунт. Где-то в середине мая. Еще у меня немножечко. Вот всего 4 штучки детерминатных помидорок. Это я их сеял еще позже, 11 апреля. И в экспериментальный грунт. Для них я использовал для составления грунта торф из хвойного леса. То есть перепревшую сосновую хвою. Поскольку у меня болотный торф кончается, а болото залило, там озеро теперь. И вот я решил попробовать использовать этот торф. Этого торфа неограниченное количество. То есть, а если будут помидорки нормальными, то буду использовать этот торф в будущем. Часть помидоров я еще выращивал следующим образом. То есть, срезал верхушки и их укоренял. Так называемая срезанная и укорененная рассада. И вот все эти 8 сортов, которые я срезал и укоренял, они принялись. И очень быстро пошли в рост. Вот такая уже рассада из них получилась. Сеял я эти помидоры еще в начале марта. И в 40-дневном возрасте я срезал у них верхушки и укоренял. Делал эту операцию 11 апреля. И вот сейчас они уже выглядят следующим образом. Некоторые немножечко не очень хорошо укоренились. Они, конечно, растут. Но вот видно, листики у них сразу как-то подсыхали. И немножечко они болеют. То есть, отстают. Но в основном все эти помидоры срезанные, укорененные, они выглядят нормально. Ровно. Также я делал их двумя способами. То есть, часть сделал по одному растению в стаканчике. Вот как здесь. Ну, а часть по два. Вот два. Так же, как и рассадные помидоры, я тоже те так же делал. И уже потом буду сравнивать результаты. Вот этих помидор срезанных и укорененных и помидор выращенных через рассаду. Это все индетерминантные сорта. Ну, о сортах, об этих я рассказывал раньше. Когда я срезал и укоренял помидоры, то я еще в каждом стаканчике оставлял по небольшому, скажем так, стебельку срезанному. Ну, вот здесь вот хорошо видно, как я срезал. Срезал я так, что оставлял один настоящий листик. И вот все эти помидоры, они все дали пасынки. Вот видно здесь, например, пасынок. И уже образовалась из них довольно такая уже подросшая рассада помидоров. То есть, вот эти вот помидоры, это как раз уже пошли от срезанных стебельков из пасынков. То есть, к моменту высадки они тоже обещают вырасти вполне приемлемую рассаду. То есть, вот таким образом можно увеличить количество рассады, имея минимум семян. То есть, получилось, что и срезанный стебелек укорененный дал рассаду, и оставленный тоже дал рассаду. Вот это мои баклажанчики. Баклажаны я сиял на рассаду 2 марта. Пустим уже скоро 2 месяца. Сеял их в стаканчики. Выращивал также без пикировки. Стаканчики по пол-литра. Я заполнял где-то примерно на 3 четверти грунта. И потом немножечко подсыпал. Сеял немного загущенно. А потом баклажанчики проредил. Баклажаны мощные растения. Поэтому по 2 растения в стаканчике я не рискнул выращивать. Потому что слишком уж они крупные. И они растут по одному растению в стаканчике. Все баклажаны выглядят более или менее нормально. Вот они уже довольно крупные. Листики побольше ладошки уже моей. Сейчас уход для них простейший. Я их только поливаю. И иногда рыхлю. Стоят они постоянно на лоджии. Хотя температура здесь уже довольно прохладная. Поскольку на улице снег идет. Вот сейчас здесь температура что-то около 12 градусов. Но днем я думаю потеплеет. Сейчас еще утро. Некоторые сорта баклажанов взошли очень слабо. Это вкус грибов. И бернар я напомню. Они конечно отстают. Но однако постепенно постепенно тоже начинают нагонять основные баклажаны. Вот уже бернарчик уже подрос. Да и вкус грибов тоже уже подрастает. Конечно они отстают от таких вот мощных уже баклажанов типа как Кларинда Эпик Но все-таки уже вот такие маленькие чахленькие как были в самом начале. То есть есть шанс из них вырастить неплохие растения и получить урожай. Ставлю экстра на лоджии баклажаны попросторнее. Вот уделил им много места. Влага у меня есть. Но они все не влезли вот на эту полочку. Пришлось поставить еще парочку вот макл рядом с помидорками. Которые срезаны и укоренены. Чтобы им было там повеселее вместе находиться. И еще у меня осталась рассада клещевины. Клещевину я садил зернышками первого марта. То есть ей уже два месяца. У меня четыре сорта клещевинки. Клещевина никогда проблем не доставляет. И сейчас тоже с ней никаких вопросов нет. Растет хорошо. Когда она немножечко подросла я переваливал ее из стаканчиков по пол-литра уже в емкости где-то литра по четыре. И она уже довольно мощная смотрится. Вот такая клещевинка. Стоит она тоже постоянно на лоджии. И холода ей нипочем. Лишь бы только не заморозьте. Себе я оставил всего четыре растения. Потому что места у меня немного на участке. Все разные сорта. Хочу посмотреть как себя покажут новые сорта. Клещевине уже тяжело. Даже в таких емкостях на четыре литра. Поскольку она стремится разрастаться все больше и больше. и естественно как в таких случаях всегда бывает у нее уже нижние листики начали подсыхать. Это нормально. Скоро клещевинку тоже буду уже перевозить на участок. Пока поставлю ее в парничок. А когда минует угроза заморозков уже буду высаживать в грунт. вот так выглядит моя рассада на первое мае. Я конечно поздравил свои помидорки перцы и баклажаны и клещевинку с праздником. Пожелал вам всего самого хорошего и в честь праздника сейчас буду их поливать. Поскольку подошло время полива. Хотя на улице и прохладно но видно уже грунт стаканчика сухой все равно надо их полить. Вся рассада в целом удовлетворительная я надеюсь и дальше будет расти хорошо и порадует в конце концов хорошим урожаем. Клещевина порадует своей красотой. В конце хочу пожелать всем огородникам как всегда тоже успехов на своих садах и огородах и всего самого доброго.